Репертуар сверстан, впереди новые концертные и театральные программы, гастроли. Чувашия готовится к новому сезону. В театре оперы и балета собирается балетная труппа, а в филармонии музыканты и вокалисты симфонической капеллы. На повестке проекты нового сезона и не только. Открытие сезона Государственной Академии симфонической капеллы ознаменовано именно в этом году новыми произведениями. Это Сен-Санс, третья органа симфонии. Солистом явится ректор Казанской государственной ассоциации имени Жиганова, профессор Рубин Кабирич Абдулин, партия органа с нашим оркестром. В дальнейшем мы хотим исполнить и классическую симфонию Сергея Прокофьева, и также увертюру коперы «Сорока Воровка» итальянского композитора Джокина Рассини. Также творческий коллектив Чуварской академической симфонической капеллы примет участие в Международном фестивале современной музыки «Московская осень». А к 9 мая 2015 года готовит концертную программу «Великой победе посвящаем», в которую включены фронтовые этюды наших соотечественников – композитора Федора Васильева и поэта Александра Лукашина. В прошлом году для симфонической капеллы приобрели орган, а в начале этого года у них появилась арфа. Но коллективу не хватает творческих единиц. После закрытия лицея имени Лебедева ситуация осложнилась. В Министерстве культуры говорят, что эта проблема сейчас решается. Сегодня Министерством культуры Чувашской республики разработана проектно-сметная документация на возведение нового учреждения, новой школы-интерната для одаренных детей имени Лебедева. Он будет находиться рядом с Чебоксарским музыкальным училищем. Я думаю, что это правильно, потому что должна быть преемственность. В здании филармонии продолжается реконструкция. Пока меняют кресла и собираются постелить ковролин. В целом по проекту на ремонт учреждения требуется более 1 миллиарда рублей. Их выделят из федерального и республиканского бюджетов. До открытия нового сезона остается полтора месяца. Вадим Ефимов пожелал коллективу благодарных зрителей. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.